Я заметила сама по себе, что если я не нервничаю, не переживаю, то значит мне все равно, я вообще ужасно выступала, потому что мне было все равно, вообще не волновалась, и ходила даже никакого души, ничего не было, не было такого подъема, даже публика не помогала, не, публика там хлопает, все, но не помогала вам, не помогла. Знаешь, иногда просто вот думаешь, ой, я там забыла, например, полотенце, в этот момент, когда ты поедешь, да, бывают такие мысли, ой, а что будет дома, когда приеду, что, куда пойти, ну, знаете, такие мысли, правда. А это не ходит в какой-то такой? Нет, наоборот, кстати, нормально все получается. Самое ужасное, когда ты вообще ничего не думаешь, то есть ты, когда заканчиваешь упражнение, не думаешь, а что я сделала, неужели я его закончила, ну, сделала какой-то. Привет! Ой, какая красотища! Ну, здрасте! Ой, ну говорили ж мне, так я не верю. Так, Антоша, я вижу еще страшнее, в смысле, а кто это у вас там, говорит, стоит жених? Нет, это вот здесь, Антоша. Я никогда не смотрю к жениху, а у вас там хуже нет. А кто он? Алина, а что тебе вождет? Школа или спорта? Учеба или спорт? Я так подумала, потому что спорт, конечно, она так на меня обиделась. А ты нахал какой-то мне могла это такое сказать? Так вот иди занимайся своими спортом, если тебе еще не нужны английские, тогда до свидания! А зачем вам сумка вам не нужна? И уж тем более вам не нужна терапия. Или еще два маленьких шагняка? Ну то вам будет жених звонить по телефону, а я... А я... А я... Я думаю, а зайдет. Вселенный. Посидеться. Да. Здравствуйте, дорогие друзья! Чудовище вида ужасного схватило ребенка несчастного. Такой эпиграф следует предпослать вот к нашему сегодняшнему эфиру. Надо успевать насладиться обществом совершенного ангела до тех пор, пока этот ангел не упорхнул за рубеж и не стал курниковый. Ну то есть и не стал, не так я сказал. И не стал символом западной красоты и западного преуспеяния. Значит, поэтому давайте наслаждаться. Алина Кабаева у нас в гостях. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Наша гордость, слава и оружие, секретное оружие Кремля Алина Кабаева. Если вы не против, давайте сегодня не говорить первое о допинге и второе о женихах ваших. Давайте. Хорошо. Хотя это невозможно, конечно, при взгляде на вас. Ну вот вы понимаете, что вы не только еще и чемпионка всего на свете по гимнастике, так вы еще и красавица и того, по сравнению с Курниковой, более чем оправданно, как вы считаете? Ну я об этом никогда не считала. То есть я такая скромная. Мне говорили комплименты, я принимаю. Мне очень нравится, конечно, когда говорят комплименты. Говорят, что я похожа на Арнеллу Мутти. Да, да, да. Да. Вот. Она мне действительно очень нравится. Ну то есть такого нету, что вот да, я красивая. Такого нету. Вы скорее спортсмен, нежели носитель рекламы. Да, потому что в художественной гимнастике такого никогда не было, чтобы была реклама какая-то про художественную гимнастику или вообще из художественной гимнастики брали гимнастку или что-то рекламируют. Алиночка, а вас же на какие-то рекламные счеты постоянно снимают? А это было перед Олимпиадой. Самсунг меня пригласил и пригласил там тоже волейбольную команду сняться на их рекламу. Вот. И ездили тоже троллейбусы и все. И потом мне сказали, Алина, может тебе это помешало на Олимпиаде? Я говорю, нет, это, наверное, судьба. Так теперь весь год из-за этой чертой рекламы пойдет наперекосяк в спортивном смысле, нет? Нет, но мне тоже Ирина Александровна мой тренер. Я ее очень люблю и вообще уважаю. Она говорит, Алина, ты должна уметь с этим бороться. Потому что когда меня тоже пригласили там сниматься на рекламу, у меня же потом тренировка была, я все время приходила какая-то не то что убитая. Вот у меня мысли летали где-то, я не могла собраться, я была вся такая восхищенная. То есть первый раз мне сняли на рекламу, и она мне всегда говорила, Алина, опустись на землю, не летай в облаках. То есть с этим тоже помогала очень, потому что очень тяжело с этим смириться. Да, конечно, тяжело медные трубы выдержать. Давайте вот что, действительно, чтобы не забыть, с кем мы собственно имеем дело, а то я сразу про эти чертовые щиты с рекламой. А ведь позвольте, перед нами же очень удаленные спортсмены. Давайте посмотрим полторы минутки из выступления Алины Кабаевой. Алина Кабаева 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 Алиночка, а вот знаете, какая вещь? Вы в этой форме, это все-таки костюмная, да? Да, да. Ну, купальники. Очень эротичные. Да, спасибо. Но, честно говоря, я сейчас с ним не уступаю, потому что очень многим кому-то понравился, он кому-то не понравился, поэтому сейчас я с ним не уступаю. Но так вы с Ириной Александровной понимали, что вы вот когда выбираете костюм такого характера, несколько рискуете, ну, нарушить консерватизм? Да нет, потому что Ирина Александровна, между прочим, не против, потому что там ничего такого нету, все закрыто, что надо. Отжалка! Все закрыто, что надо, и поэтому все нормально. Вы же не зря выбрали именно художественную гимнастику, а не спортивную, потому что там вот есть этот момент, да, красоты и эротизма. Да, ну, конечно, есть, во-первых, потому что, когда я родилась, я не выбирала, куда мне идти, а выбрала мою маму, потому что она занималась баскетболом, и в одном зале тренировалась с Ириной Александровной. И когда я видела, как эти девочки тренируются, она говорила, у моей семьи у меня родится дочка, то обязательно будет или художественной гимнастикой, или фигурным катанием заниматься. И будет обязательно звездой. Она об этом очень сильно мечтала, потому что потом она когда встретилась еще, во-первых, с папой, он тоже был звездой Узбекистана и вообще союза. По какому виду? По футболу. Слушайте, да, ну вообще. Вот, поэтому она тоже хотела, чтобы ребенок был кем-то в жизни. Я дала на художественную гимнастику, и мне понравилось действительно это. Ну, я тренировалась. Ну, хотя в Ташкенте я занимала 10-е место, 3-е. И, может быть, я даже и хорошо уступала, но меня не ставили никуда. Если даже соперницы делают какие-то ошибки, все равно я была в 10-е, там, 4-е место. Я все время так плакала, у меня были истерики. Мне просто было обидно. Но мама этого не понимала, она думала, что я плакала, что я там вонила или еще что-нибудь, или что-то не получилось. Я всегда говорила, да, мам, я не из-за этого, а из-за того, что мне обидно. Она сказала, Алина, не плачь, ты как маленькая. Я тебе сказала, не плачь, но все время рыдала ужасно, то есть даже некрасиво было. Так нет, это, по-моему, очень красиво. Это же состязательность, иначе чего стоит весь спорт. Ну да. А вот это же маленькие-маленькие девочки, кто наполняет зал, где занимаются художественной гимнастикой. Где вы удаешься? Им лет по 6, они делают такие выкрутасы. Это вот ваша судьба, да? Ну да, во-первых, наша тоже судьба. Во-вторых, даже приходят девочки, у которых вообще нет таланта, и их учат тренеры. Им это нравится. Они приходят домой, так еще дома тренируются, так еще родителям врут, что мама, ты представляешь, меня даже не учат с предметами, чтобы дома позаниматься, чтобы мама им сказала, да доченька, там, хорошо, позанимайся, тогда дома себя не учат. Алинка, а нет ли здесь какой-то такой тупляющей дисциплины? Что же это, у ребеночка же детства нет. Во сколько лет вас привели в зал? Ну, в три годика. В три годика? Ну, я там ничего не понимала, там знала переворотик, шпагатик. В три года? Да. Ну, я вообще крупным была ребенком. Я родилась в 4100, то есть мне там, может быть, даже не сказать, что я была, было три года. Наверное, и в самом деле, что это такое огульное заявление-то я делаю, о том, что детства нет. Но, судя по тому, как вы здорово шутите, какая вы открытая и милая собеседница, так и в самом деле все в порядке. Ничего-то это не нарушает, но это только дает дисциплину. Но все-таки что-то мне подсказывает, что вот так есть гамбургер, как герой этой вот рекламы, вы не сможете. Правильно? У вас же, Алиночка, фигура. Я согласна с этим. Но, знаете, у нас есть девочки некоторые, которые кушают и не поправляются, то есть у них вообще нет проблем. Но когда не надо, конечно, я худею обязательно. Я понимаю, что...